6 сервисов анализа сайта. Именно об этом мы поговорим в данном видео. Минимум ненужной информации, только самое важное — обязательно досмотрите до конца. Итак, какие существуют сервисы онлайн анализа сайта? В процессе оптимизации и продвижения сайта нужно постоянно отслеживать его основные показатели — индексацию, посещаемость, позиции, видимость и многие-многие другие. Обеспечить непрерывный мониторинг позволяют сервисы онлайн анализа сайта. Рассмотрим шесть наиболее многофункциональных из них. Яндекс.Вебмастер — инструмент для вебмастеров от поисковой системы Яндекс. Им стоит пользоваться каждому, кто продвигает сайт в Яндексе. Здесь можно посмотреть значения TITS, статистику поисковых запросов, статус и динамику, индексирование страниц, внутреннюю и внешнюю ссылочную массу, наличие ошибок и проблем на сайте. Полезен Яндекс.Вебмастер не только возможностью отслеживать основные параметры сайта. Сервис, по сути, обеспечивает взаимодействие сайта с поисковой системой. В частности, можно добавить и исключить страницы из поиска, указать путь к карте сайта, проанализировать файл robots.txt, задать региональность, подтвердить права на оригинальность текстов и проверить микроразметку. К тому же, здесь можно проверить сайт на мобилопригодность, то есть насколько он оптимизирован для мобильных устройств. И это далеко не все. Не только у Яндекса есть свой вебмастер. Каждый крупный поисковик внедрил подобную систему. У Google — Search Console. У поиск Mail.ru — Кабинет вебмастера и т.д. Давайте теперь посмотрим на Яндекс.Метрику. Еще один сервис от Яндекса. Для его использования нужно установить код счетчика на сайт. Это очень мощная система, которая призвана анализировать трафик в режиме онлайн. Основные параметры, которые можно отслеживать — количество переходов на сайт, время, которое пользователи провели на сайте, глубина просмотра, пол и возраст посетителей, из какой страны были совершены переходы, источники трафика и многое-многое другое. В вебвизоре вы можете даже посмотреть действия пользователей на вашем сайте. Кроме того, с помощью Метрики можно отслеживать поведение пользователей на сайте. Есть карта ссылок кликов «Тепловая карта». Теперь Google Analytics. У Google тоже есть свой сервис сбора статистики под названием Google Analytics. Функционал очень похож на Яндекс.Метрику, но все же более широкий. Одним только отчетов — здесь более 80. И новичку непросто будет сразу разобраться даже с правильной установкой первичной настройки. Использование Analytics в паре с Метрикой позволит практически полностью перекрыть возможный неучтенный трафик. Давайте теперь поговорим про RDS. Это сервис по моментальному сбору SEO-данных с различных сайтов. Есть две версии — RDS-Bar в виде плагина для самых популярных браузеров и RDS-API — десктопное приложение для Windows. RDS имеет гибкие настройки, позволяет получить данные о TI с проиндексированных страницах, наличии сайта в каталогах, возрасте домена, позициях в рейтингах, географии и т.д. С помощью программы RDS-API можно анализировать данные сразу для нескольких сайтов. RDS — это бесплатный сервис, но многие данные будут проверяться за отдельную плату, так как информация подгружается с платных сервисов, например, SpyWord или Продвигатор и прочее. PRCI.ru — это, наверное, самый популярный на данный момент сервис для экспресс-анализа сайтов. Данные группируются в семь блоков — поисковая система, TITS, Яндекс.Ран, количество проиндексированных страниц, наличие в каталоге, возможные санкции, проверки на вирусы и т.д. Потом блок «Трафик» — сюда подтягиваются данные и счетчиков статистики. Помимо этого блок «Ссылки на сайте», использующий данные линкпада. Оптимизация здесь указана — заголовки, страницы, описание, скорость загрузки HTML, внутренние и внешние ссылки, данные о сервере и т.д. Конечно же, еще один блок — юзабилити, наличие страниц 404, Favicon и т.д. Мобильность сайта — насколько сайт оптимизирован для просмотра на мобильных устройствах. Ну и поисковые фразы — по каким фразам сайт занимает топовые позиции. При анализе каждому сайту присваивается рейтинг системы PRCI. При желании можно даже добавить кнопку с рейтингом на свой сайт. Похожие сервисы CIPR.com, XTool.ru, но XTool.ru является более подробным, так как позволяет посмотреть обратные ссылки, а также динамику, изменение траста и других пользователей. Знаете другие сервисы? Добавляйте их в комментарии к этому видео. Ну и конечно же, я не мог не затронуть еще один такой сервис, а точнее систему — CIPR.ru. Здесь очень большой и обширный инструмент — это сервис автоматизированного продвижения сайтов, который к тому же предлагает эффективные аналитические инструменты, подробная информация об оптимизации страниц, анализ конкурентов, управление репутацией — это только часть из всех бесплатных модулей системы. Данные снимаются для поисковых систем Яндекс и Гугл. Учитывается региональная привязка, а также источники трафика, органические поисковые или из контекстной рекламы. И это далеко не полный перечень возможностей, так что решать вам, вы можете воспользоваться им. Я же, в свою очередь, перечислил вам шесть основных сервисов для анализа сайтов, которые должны быть в арсенале каждого оптимизатора. На деле же их намного больше. Это сервисы анализа контента, конкурентов, ссылочных масс и другого. При углубленной работе с раскруткой сайта они, скорее всего, вам также понадобятся. Субтитры создавал DimaTorzok